ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Самое страшное для художника – это ограничения. Вот это ограничение, вот это в основном для меня было самое противное. Ты завидуешь мухе, которая свободно летает, куда хочет. Уже была целая организация такая, целая группа шкульпторов, художников, которым давали КГБшники деньги, они заманивали на вечеринки и сами же провоцировали такими. А потом писали, что якобы это мы говорили. И сразу там доносик. С Васей Шукшиным ходили мы там по этим сборищам, где говорили там, ну он писал же стихи и прочее, они в основном о поэзии говорят, что мне нужна цензура, нам нас душат, нам нужен новый журнал, нам нужно новое слово. Ну как говорится, пусть все по-новому будет названо, знаешь. Грубо говоря, диссиденты, антисоветчики, а я туда ходил на халяву выпить. Мне плевать на их разговор, я даже не помнил, о чем там они говорили. Ну, неважно, важно, что состряпали 8 лет. Как изнасилование. Девушка, с которой действительно я встречался, все нормально, хорошая девчонка, очень милая. Вот это, да? И сколько лет в этой зоне? Вели следствие целый год по заявлению, которое написал мент. И подписи ничьей, и ни его не было, ни потерпевший, как говорится. Ее приезжала одноглазая судья, а прокурор горбатая была. Меня привезли, я думаю, боже мой, все, это конец. Сожрут сейчас просто, а статья до 15 лет. Думаю, сейчас пилят потолок, и все. Когда уже в лагере моя, так сказать, девушка очухалась, написала начальнику лагеря письмо, что, мол, ничего не было, никого насилия не было, у нас была любовь, и я сейчас его люблю, я прошу его помиловать. Он меня вызывает, начальник, ну все, я тебя точно помилую. Я говорю, никто меня не помилует, я уже знаю, за что я сижу. Сказал, что это слово диссидент не знал. Он говорит, да ты что, нет, нет, мы пошлем. Послали, конечно, отказ все. Странно, почему, сама потерпевшая просит, что ничего не было, то все. Я говорю, да не бери в голову, ерунда. Да сидим, 8 лет. Ну дали 8, значит 8, звонок. Я говорю, лишь бы там продолжения не было. Я говорю, я говорю, я вас спрашиваю, что это такое? Славите, говно, откуда она тут? Откуда, откуда, из школы. Куриканьо, понимаешь, насыпал дрожжей в отхожую, вот оно и забродило. Прет и прет, понимаешь, безудержу. Что я могу поделать, стихия. Сосрыв ответственность в нашем мероприятии, знаешь, что тебе будет? Да я что ли это вытворил? У меня, мне-то стихничка вот заболела. Да, ничего, сила из него выйдет, притихнет, подождать надо. А ну ж вы в другое место, без дискуссии, У меня твои дурацкие заряды, ни к чему. Давай, чтобы показала. Эх ты, друй. Эх ты, друй. Подъезжает такой фургончик, и на лобовом стекле написано «Палас». Ну, я понимаю, что это дворец. О, говорю, это как раз мне и надо. Я открываю дверь туда, залажив. Водитель такие глаза на меня. Месси, ну-ну-ну, нельзя. Я говорю, не-не-не, режиссер, Каневский, фестиваль. Все, поехали. Сажусь. Он, нет, нет, нет. Я думаю, ну что ты, болван, что не понимаешь, открываю пакет. И он как увидел эти бобины, он думал, что это мины. Как, вылетел из каминки это, и бегом бежать. Я так, мне как бы сразу сработало. Я думаю, елки-палки, сейчас он притащит полицейского. И все. И конец, еще я не знаю, что такое менты. Конец всякому фестивалю. Пока будут разборки-то все, это же сразу тебя не отпустит. Бобины собираю, смотрю, действительно, он идет уже с ментом, с полицейским. Я из этого раз, и в кусты, я же знаю, я же хулиган. От ментов сразу в темный угол. Он подошел к кустам, посмотрел, по врачу-то пошел, пошел за подкреплением. Думаю, надо рвать отсюда, менять диспозицию. Я так пригнулся, шик-шик-шик-шик-шик, и на взлетную полосу туда. Аэродром небольшой был. И там трава какой-то там, стоит какой-то, железный ящик. Я так прилег, лег, думаю, ой, ну какая же красота, небо, звезды. Я говорю, господи, ну зачем ты меня, так сказать, это все даешь? Я же ни хрена языка не знаю, ничего не знаю. Ну, спасибо тебе. Я смотрю, и звезда ко мне, летит ко мне звезда. Я говорю, господи, ну, прости меня, так сказать, это. Звезда вся ближе, ближе, ближе. Ёкарный баба, это самолет. И у него фонарь горит. Я как рванул от этого фонаря, бегу со своими коробками. А это маленький самолетик, такой частный, он чуть на меня не наехал, остановился. Выходит из самолета барон. О, Бася! Я туда-сюда. В общем, короче, меня в машину. И в Канн везет. Валера, ты часто рисую кашу, кушаешь? Я никогда ее не ел. Кед покушает. Вот так. Я хотел быть летчиком. Тут был аэродром военный, и здесь аэродром. Мы и туда лазили, на склады воровать, и на эти склады воровать лазили. Я спер несколько радиаторов. Они тяжелые, жуткие. Еле-еле доперли. Дали мне деньги, и я купил. Гармошку, хромку. И сам научился играть. Первая песня. Словно замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то, А одинокая бродит гармон. То пойдет за поля, за ворота, То вернется обратно опять. Играл по радио, и тут же научился. Потом все ушло, почему пальцы все разбиты, поломаны. Это уличные драки обязательно были. Участвовал, любил. Наверное, хотел быть таким. Решение педсовета будет не в его пользу. Видишь, чего натворил? Своими дурацкими дрожжами. Додуматься только дрожжи. В сортир спустить. Что будет теперь? Страшно подумать. В нынешнем времени, вот вы как простой парень, там после армии, вы в Афгик не поступите. Ну, я поступил. Нет, сейчас наше время. А, сейчас нет. Да, да. Сейчас нет. Сейчас нет, сейчас не поздно. Это еще... Саш, я тебе скажу одну вещь. Все дело зависит, если есть разрешение свыше. Вот. Я такие делал чудеса, которые вообще при советской власти, это вообще даже... Чтобы ты стал режиссером... Да, вот. Все то, что... Нет, то, что я натворил... Знаешь... Первая моя ходка, это была в Горческой области, буреполом такой. Страшный, ужасный лагерь. Огромный. Промзона гигантская. Там поезда, все... Ну, что там говорить. Я попадаю на плечевую разгрузку березовый кряж. Делают из нее фанеру. Норма на каждого человека, одна платформа. Представляешь, вот загонять... Ты должен... Значит, мы должны четвером взять четыре платформы и за смену за восемь часов разгрузить. Плечевая разгрузка. Это вот туда-сюда. Бегом, все время бегом. А не дашь норму? Все, пайку срезали. Понял? И ты приходишь в столовую, тебе пайку срезали, жрать нечего. Голодные ходили. Поэтому кто-нибудь подумал, что работать нельзя? Да никто. Если я от работы отказался, тут же тебя забирают в ШИЗО. А если ты еще как бы вякнул на администрацию, это бур. Три месяца. Я прошу тебя! Если я высажу твоего ворота, ты будешь меня остановлено с ним за другим человеком! Я прошу тебя, гад, дурак, свалочь! Ты же можешь мне помочь! Я же знаю, что сметь меня хочешь, да? На! Убивай! Убивай меня! Подорок, гад! Не было бы тебе мужика и не будет! Галка, а чего ты за очка от зыка хотела? Ты с Тони сегодня не понял? Да не, я как-то не прислушивался. Нас же могли сцапать. Ребенка она хотела! Какого еще ребенка? Ты что, по-сестному еще не знаешь? А что я должен знать? Беременных и матерей с грудными детьми скоро будут отпускать на свободу. А, срок у нее приличный. А, у них всех срока приличный. Она здесь не одна, их здесь тысяча. Наступает рассвет, я уже вокруг фестивального дворца хожу, хожу, ищу лазейку туда пролезть. Как пройдешь? Все равно паспорт потребует. Там тройная-четверная проверка идет. Вот. Ничего не нашел, но зато увидел бутик. Все-все-все привозят туда, как вот для фестиваля. Думаю, вот дверь хорошая. Раз! И заскочил бы. Тут, говорят, колодовка. Там, кстати, ведро мусорное, там, халат, все прочее. Одеваю халат быстренько. И так смотрю, ну, сенька, коридор, я думаю, вот туда надо идти. Взял ведро и швабру, вот, и там выскакиваю. И попадаю на ресепшн. Вот, кто меня ведет? Вот, прихожу прямо на ресепшн. Подхожу там. Я вот такой-то, так сказать, это. И даю ей приглашение, вот это, и паспорт. Она берет, и убегает куда-то. Она же видела меня в халате. Думаю, быстро халат снимаю в ведро. И так попятился, и сзади кричит, бежит, баба и кричит, месье, конец, орет что-то по-французски. Я понял, что мы вас ждали вчера, уже понял. И там туда меня обнимают, и потащили меня, куда потащили. Там сразу берут какое-то интервью, там начали таскать. Но вечером меня переводится, переводят, гостиницу. гостиницу. А через дорогу. А везут на машине. Почет, уважение. Думаю, значит, уважают. Ну и, короче, все идет хорошо. Я не просыхаю, ни одной картины не вижу. Мне так нравится. Меня все время интервьюируют там. Не ревируют. Я им там, что там уже несу, сам уже не помню. Они там говорят, да, вот вас чуть ли не нашли в Сибири, ничуть не нашли француз, чуть ли не с вертолета они меня выкрали там. Я говорю, да, да, было такое. соглашаю. Думаю, да пусть они пишут, что хотят там. Вот они там написали, что я этот фильм снял и прятал там где-то это потом, чтобы меня там меня не посадили. В общем, такую штуку. Ну, черт с ними, думаю. Я же когда сидел, американцы полетели на Луну. Я помню, нам объявили, а мы в отстойнике стояли. Кто-то там из вольняшек сказал, говорит, американцы на Луне, как будто у нас пар пошел от такой гордости, что человек на Луне, елки-палки, все-таки мы, все-таки мы люди, мы вольные люди, можно по Луне можем ходить, вот так вот, вот такие вот. Нет, мы были в курсе всех событий, газеты, все это у нас, все было, все нормально. Мы все это, да, кино нам редко показывали, но это не очень-то и хорошее кино показывали, потому что, если кино где-то хоть маленькая любовь, ну, это раздражает заключенных. Первым делом, когда я освободился, он говорит, посмотри Калину Красную, он тогда лежал в Кунцевской больнице, правительственной, потому что его рассказы прочитал Андропов, а он был, вы знаете, или может не знаете, глава КГБ был, и он сказал, мне этого писателя берегите. И все КГБшники подумали, что Вася уже какой-то генерал или кто, поэтому, когда мы куда с ним заходили, а везде что, везде, с каждой, чуть не в бане находились охрана КГБ, но она переодетая. Мы заходим и сразу, здравия желаю, товарищ Шикшин, дальше, здравия желаю, товарищ Шикшин, я говорю, Вася, в чем дело-то? Он говорит, да и денег, черт, кто-то натрепался, так сказать, меня Андропов там сказал, что беречь надо. Вот, они, говорят, в струнку все. Поэтому вот так вот. Я тогда уже понял, что никто не виноват. Все, что со мной происходит, это все только из-за моей глупости. Больше не. Это я. Это моя глупость. Если я настолько глуп, что позволяю своей глупости так вот выстраивать свою жизнь, грош мне цена. Я прошел четыре командировки, четыре разных лагеря. Я так сгруппировал себя, я так сделал, я, ну, это не я, это там. то есть я вышел здоровым и совсем другим человеком. Вася мне помог, конечно, если бы не Вася, Василий Макарович, я бы никогда не вернулся. Когда я освободился, я первым делом стал спрашивать, где Вася. Ну, в ГИК всегда знает где что. Все, рано утром, он сам открыл дверь, сразу в кабинет зашли, он мне подарил книгу «Беседы при ясной луне». Он говорит, ну что, будем восстанавливаться? Меня же с диплома взяли. Я говорю, ну, желательно. Так, все, едем. Приезжаем, заходим в госкино, пошли, говорит, сразу к этому, начальнику отдела кадров. Заходим, он подскакивает. Здравия желаю, Василий Макарович. Он, слушай, Вить, значит, я к тебе вот по такому вопросу. Надо Виталию Каневского восстановить в Авгеке, вот, сделай как можно побыстрее. Я с Ермашом договорился, с Павленком договорился. Заявление напишите. А я уже написал заявление. Раз. Он, все, он говорит, Витя, чтобы сегодня это все, все сегодня будет сделано, я проверю. Он говорит, Василий Макарович, не обижайте. Выходим, он говорит, дуй сразу в Авгик и сиди там, пока тебя не примут, не восстановят. Виталий Макарович. Ну, пошел. Нет, не скрою. Как только Вася Шукшин умер, это 1974 год, октябрь месяц, сразу начались препятствия, жуткие препятствия. Когда он еще был жив, в Госкино, когда мы прошли, уже он помог мне восстановиться, чтобы я снял диплом, а диплом в Москве никак, значит, только на Беларусьфильме. И председатель Госкино Беларуси, он, друг его был, он говорил, что написал письмо ему. Вот я приехал, я к этому пришел сразу же, утром рано. И Матвеев такой, Владимир Васильевич, он там сидел, я говорю, вот я и письмо даю. Он говорит, ты это читал? Я говорю, да, читал. Вот он тут пишет, говорит, Володя, я тебя прошу, как друга, распорядись по-хозяйски. Виталька мой друг. Ну, он говорит, ну, что, давайте я тогда будем принимать, оформлять на Беларусьфильм. Хотели сразу дать диплом, но один из моих, как бы так сказать, корешей, уже тогда был секретарем кинетографии Беларусьфильма. Да он все забыл, да то да, да, ля-ля, тополя. Я тоже ему с ним матом так. Он говорит, ты броси, тут тюремные замашки, ты как приехал, так и уедешь. Ну, в общем, короче, не дали мне. Сказали, иди ассистентам. Там что творилось, это кошмар. Одни препятствия. Я считаю, что это вот все запретный плод. И чем больше запретного плода, тем больше для меня открывается. На Беларусьфильме, там помог один из моих сокурсников, он был в парткоме. И он мне партком пробил. Была такая, по секрету всему свету, там три части, вот, говорит, бери любой. Ну, я взял последнюю. Когда я сделал эти три части, фактически, я поехал на Ленфильм и защитился. Государственная комиссия, тетки, и один только председатель, Сережка Соловяв, я с ним учился. Сережка еле-еле пробил. Они против? Не надо Катаржанину никакого диплома. Вы что, хотите, чтобы Катаржанин, так сказать, снимал у нас, так сказать, ну, это же идеологический фронт. Ну, в общем, пробил. Я получаю диплом, и куда вас распределить? Я говорю, на Ленфильм. Дружать, конец. О, Костя, здорово, елки-балки, я тебя не узнал. А им полезно знать призера Вулканского фестиваля. Да ты что. Вот, да, вот. Здравствуйте, молодежь, здравствуйте. Плеяда. Ты их учишь, да? Ну, а кому же все тут учить? Больше тут и некому. Я рад тебя видеть. А ты в Париже сидишь. Я сейчас в основном здесь и в Москве. В Москве почему? Потому что Эдик Володарский умер, а его, так сказать, жена Фрида, она уже плохо себя чувствует, и я ей помогаю, потому что у них нет детей. И она мне звонит, говорит, Виталий, ну так и так. Ну, что я... Столько режиссеров с ним работали, не могут как бы помочь. Слушай, ты что, людей не знаешь, что ли? Да, да, ну все же. Это такая публика, что... Да, понятно. Вот так вот. Очень сложно, сложно. Сложно, сложно. Но я радуюсь. Чем сложнее, тем... Да, я очень рад тебя видеть. Взаимно. Взаимно, Костя. Давай, руку жму. Давайте тоже вам всем пожму. Удачи, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо. Самое главное, никому не верьте. Никому. Ну, Косте еще можно так, но не всегда. Забыл? Забыл. Знаешь, куда? Ага. Константин Лопушанский. Очень известный... Ну, здесь сейчас он большой начальник, академик, а мы раньше работали с ним на Ленфильме. Вот. Хороший он, режиссер хороший, мне нравился он. Вот. Вот так вот. Раз вдруг неожиданно и попадаются ребята. Ну, мне Ленфильм нравился, потому что это... Я же говорил, когда Вася приехал, я уже тут хотел запуститься с дипломом. Ну, не получилось. Тоже тормозили страшно. Опять запретный плод. Не понимаю, почему, но запретный. Видимо, нужно было созреть. Созреть до замри, умри, воскресни. Галка, а хорошо у нас в Тайге? Лучше, чем во Владике? Сравнила. Дошло, что ли? Дошло. Я приехал в 77-м году. Меня омурожили сколько лет. По чердакам, везде, без работы. Последнее уже все. Когда я уже... Ну, я понимаю, что не проходит. Ну, никак. Ну, и эти все, которые... Я с ними учился, они стали все начальниками. Руководительными, художественными руководителями. Все выпендриваются. Все там, я уже слышу там за спиной, да нафиг он нам нужен. Хотя я ничего плохого не делал. Катаржанин, на черт он нужен, да нафиг он нужен. Вот такие вещи. Ну, и... Все, были запреты, 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 и все. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Да нафиг гоните его отсюда, не нужен. Не нужен. Про распределение пришел, не нужен. Директор прямо говорит, жрать захочет, уйдет. Работы все не дают и не дают, не дают и не дают. Ну ладно, как-то так терпел, из картины в картину, ассистентом там. Где-то, помню, снимал режиссер «Новый дом» или как-то что-то такое. Там Сашка играл Абдулов. Актера нет, а я был там ассистентом по реквизиту. Что вы ждете? Давайте я сыграю эту балбесу. Что-то трудно посмотреть. Посмотри, тоже хороший билет. Не, ну мой. Слушай, давай махнем. Да нет, ну что ты. Ну, я тебя прошу как человека, он не записывает номера. Я третий раз хожу, если не те билеты попадаются. Товарищи, вы мешаете. Ну хорошо, давай, все, назад. А давай. Я тебя как человека прошу. А я что? Я третий раз даю. Я третий раз даю. Ну я второй, ну что? Ну, кто самый смелый? Кто пойдет отвечать? Отдай билет. Слушай, отдай билет. Денег не было. Совершенно ничего не было. Просто, я говорю, мне не давали работать даже в массовке. А как, ребенок маленький. Она говорит, ну, Катя легла спать голодная. Иди хоть в дворники. Вот так вот. Вот такой разговор был. Очень серьезный. Я это понимал. Но я ей всегда говорю, ну, потерпи немного еще. Потерпи, давай потерпим. Ну, как-то так. Не знаю почему. Но она очень любит кино. Вот это. Это правда. Она очень любит кино. Больше, чем я. А вас? Я сразу сказал, что ты свободна. Я люблю свободу. Я говорю, ты знаешь, на меня тоже не рассчитывать так уж очень сильно. Потому что я очень такой, меня не возьмешь. Все равно, я говорю. Если что, я уйду. Ну, как уйду? Ну, ребенок родился. Ну, куда? Конечно, не уйду никуда. Ну, так, чтобы хомут на меня надеть, это нет. Ну, вот там как-то так вот в ассистентах, в ассистентах, никак, вроде бы, вроде вот-вот-вот дадут. Какой-то сценарий был. Здесь лежал много лет. Это его никто как бы не трогал, не трогал. Это вся вот эта деревенская история. Значит, сначала Венгерову. Он спрыгивает с этого сценария. Потом еще одному. Тоже спрыгивает с этого сценария. Тогда давайте дадим Витальке Каневскому. Ну, у меня, я читаю сценарий, говорю, можно я немножко перепишу под себя? Да, переписывай, черт с ним. Ну, мы тебе дадим худрука. Он будет, так сказать, за этим делом следить. Следили все, даже хейфицы. Я же сам играл на гармошке. Плохо, но уже пальцы разбиты. Я показал ему. Душевные, духовные все штучки, это все мое. Вот, и деревенскую историю сделал. И такой разгром получил. Там же я тему-то свою ввел, что надо беречь землю. Беречь художников, которые живут на этой земле. Громили меня за то, что якобы подыгрываю партии, там, знаешь, там, туда-сюда. Ну, то есть, какой-то такой чушь, в общем, писали. Хотя, в общем-то, картина неплохая. Мне ни грамма не стыдно, я работал. Сцена с лосями, это я придумал. Ну, так, как я переживал, когда она тонула, бедненькая. Мы же ее сбросили туда. От пуза заводи. От пуза заводи. Да не мешай. Осторожней. Стой! Стой! Вот, и разгром, все, ничего, ты никто, ты вообще, мне прямо, мои сокурсники, прямо мне, я говорю, ну, они стали руководителями, объединения, большие люди, ну, куда там. Уж мы вместе, как говорится, прошли и пьянки, и девок, и все, что угодно. Говорю, Витя, ну, запусти меня. Он говорит, ну, да, да, да. Ну, и там вот, комната была такая большая. Заходишь так, два окна больших. В углу сидел редактор Валера, КГБшник. Трюбович заходит и говорит, Валерий Александрович, ну, давайте решать будем с Каневским, он впереди, я за ним. Это, надо его... А я все вижу на окне отражается, вся его гримаса. Давайте его сценарий, что-то надо уже думать, там, запускать. Я говорю, Витя, встань на мое место, а я на твое. А что такое? Ну, встань, встань. Он встал. Я на его говорю. Валера, давайте будем, это... Я говорю, ты смотришь в окно? Вот так, да. И он говорит, хочешь, я тебе прямо скажу? Вот тогда, он говорит, ты не режиссер. И после этого я с ним не разговаривал. И не здоровался. Я беру, иду в фрам, который крестился, подхожу к Николаю Годнику, ставлю свечку и говорю, Николаю Годнику, вы меня замодили в этот кинематограф. Подсунули этот журнал в армии, который про ВГИК. Я клюнул на это, пошел дальше. Вы меня вывели на этот путь. Дальше я поступаю во ВГИК. Ну, учился, конечно, хулиган, но зато все досрочно сдал. Я ставлю свечку и говорю, Николай Годнику, если я вам нужен и снимать фильмы, а вот вы видите, не дают. Все уже, вот портком, все сказал, что никак, все. Или работа, я снимаю, или Николай, что-то творится. Прости, я ухожу к ворам. Видимо, нужно было созреть. Созреть до «Замри, умри, воскресенье». Вечер танцев, отменяйте танцы. Прощайте, Натюшка. Вечер. Вася-то умер, и меня подхватил Эдик Володарский. Я ему сказал, Эдик, я тебе расскажу историю, а ты напиши. Я ему рассказал. Вот иду. Он все внимательно выслушал, сказал, говорит, я писать не буду, сам пиши. Ну, я говорю, ну, хорошо, я, ну, ты напишешь, ну, ты возьми все деньги, мне хоть немножко дай за сценарий, там, туда что. А он же начальник сценарной студии был. Ну, я за две недели махнул. Катька, дочка, у меня здесь сидела, вот тут, вот. Я ее не спускал. Тут машинка у меня была. Я печатаю, она тут же лопит по клавишам. А не важно, важно, что мы пишем. Ну, за две недели написал, принес ему, отдал. Эдик был здесь, в гостинице Октябрьская. Я захожу к нему. Я говорю, Эдик, ну, как, вот ты, наверное, сценарий не прочитал, ничего, я тебе давал. Прочитал. Я говорю, ну, что? Я так не напишу. Все. Я говорю, что? На сценарной студии все узнаешь. Я знал, что такое детство. Детство – это бегом. Все должно быть. И в кадре бегом. Все бегом. Везде бегом. Все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Виталий Кадзевский, «Бушпаммер» и «Ресюсси». Виталий Кадзевский, «Бушпаммер». Виталий Кадзевский, «Бушпаммер». За 8 лет я же не могу понять, кто есть. Я думаю, ну все, плакали мои 250 тысяч. Отберут это там. И заставят подписать, снимут деньги. Думаю, ну ладно, я сдохну не отдам. А переводчица здесь, я так ля-ля-ля, тополя. Быстро достаю из конверта этот, незаметно. Чек и ей в карман раз Она, Виталий, что вы делаете? Я говорю, молчи, чуть не матом Гавалья отсюда Она, что такое, вы же во Франции, вас никто не тронет Я ее, не трогаю его В общем, короче, я ее выгнал Она ушла, я конвертом Помахал, кончился, все подходят эти двое Ну, ладно, давай, показывай, что там Я говорю, давайте, смотрите Конверт открывает, а где чек? Я так, а где чек? Они, ладно, тут Я говорю, да что вы в карманы выворачиваете Что вы, видите, я Не открывал, вы же видели Вы же сами открыли Они просто, ну не могут понять Как этот жулик уже спер Уже спер 250 тысяч, вы плыли прямо Уже бесполезно, не вытащишь Нигде Ну они так, мол, все равно мы заберем А я думаю, не заберете Я не полетел самолетом Который был билет А я поехал с моряками в Одессу Но чек оставил Вот это переводчик Сказал, что я приеду через там Три месяца, потому что я уже заключил Почти контракт с фирмой На самостоятельную жизнь Пред получением золотой камеры Я стою в вестибюле Подходит ко мне Высокий довольно, японец Не все конецки Решите пожать вашу руку Я преподаю в университете У нас есть отдел кино И журнал есть свой Вы бы не дали мне, так сказать, интервью О нашем народе никто так не говорил Даже наши режиссеры так не говорили Акира Что они по своей воле пошли воевать, что ли? Нет, конечно Вот они попали в плен Вот они работают, вкалывают Как говорится, безропствуют Живут И песни там Там же душевные песни Японские песни Душевные Я их знал Но я не мог их петь Я же когда жил там С юнопленными Там случайно Я же просил их петь Они пели Не знаю, отчего Я так мечтал На поезде уехать далеко А с поезда сошел И некуда идти Красиво, правда? Здорово как Японцы, когда посмотрели фильм Они плакали Я это видел Они плакали Потому что никто Об этих военнопленных Так не смотрел Потому что все снимали Что это звери А тут я показал Человечность Вот их душевность Когда прошел опрос 20 лучших фильмов 20 века Японцы Две руки подняли Чтобы, так сказать Я туда вошел Этот список Да, я вошел 20 лучших режиссеров 20 века Когда мы там были Я как раз снимал Уже второй фильм Снял уже Самостоятельную жизнь Я там монтировал Я взял семью туда А тут бах пуч И Варька Бам на пол И поеду Не вернусь Что-то не понимаешь Что там будет Ну она боялась Что сейчас придут Там непонятно кто Там же по радио Там во Франции Ты знаешь Что говорили Там эти Чуть не фашисты Приходят к власти Сейчас будут всех Чуть не расстреливают Там это Вешат всех Страх За ребенка За себя Что башку открутят Ты спрашивать не будут За что И тебя дурака посадят Что ты так опозорил Своей чернухой Я не боялся Я говорю Я поеду Я же уехал Я приехал Я когда увидел Ё-моё Что это такое На Невском Какие-то бабки Продают Стоять на газетке Прямо на асфальте Ты думал Господи Неужели опять Все повторится Голод на счет Так Как во время войны Все пропало Ничего нет Нас просто подталкивали К гражданской войне Я, конечно, за детей Больше беспокоился Я понимал, что Многие погибнут Очень многие погибнут Я говорю Слушай, ты, Лен Иди в отделение Он не поджег Него Я ему сказал Быть жертвой Ни один ребенок не хочет Он становится хищником Маленький, но хищник 12 лет Вровал Пробовал спиртные напитки Курил Дышать пробовал Почему я с ними Сразу же нахожу контакт Да я сам такой был И они мгновенно чувствуют Алкоголик Алкоголик Мгновенно чувствует И дети Вот Они Даже я взрослый Вот даже самые маленькие Они сразу Меня чувствуют Что я такой же Как они Такой же И идет Сразу доверие Сто процентов Открытое Просто открытое Мы играем в открытую Я перед ними Не хитрю Немножко Как бы Лукавлю Так Подыгрывая Чуть-чуть Лукавлю Но они понимают Кто я Приехал Я в спиртшколу С детского дома Родителей у меня нету Приехал За то, что убегал Воровал Один раз Попробовал машину Грабануть В квартиру В квартиру И лазил Все там перевернул Ну вот посмотри на себя На себя Ты видишь у себя недостатки? Нет Какой ребенок Скажет, что он плохой Никакой Никогда Никогда Я это точно знаю Поэтому я этот кадр снял Не для детей А для остальных Гоголь хорошо сказал Об этом В ревизоре Когда его спросили Почему у вас Все отрицательные герои Он говорит Если я бы Хоть одного Выбил положительный Каждый бы сказал Вот я вот этот Все сказали бы Что он вот этот Что он положительный Ты уж Че себе врать Все равно мы знаем Кто мы Поэтому я и показал Все отрицательные Но все говорят Что они хорошие Нет у них Нехороших Нехорошего Не вижу Не вижу Не вижу Прекрасная сцена Великолепная Просто великолепная Это моя Как бы И режиссерская С сценарными находками Я так И когда они поют Там хором Мы дети 20 века Там тут Все жулики Это тоже Контрапункт Поэтому я Со всеми Убийцами И с жуликами И с проститутками Сразу найду Общий жулик Найду даже Вот с таким Маленьким ребенком Вот и все Он будет меня обожать С первой секунды Хочешь Расскажу Какой прием Вот ты ребенок Сейчас я Сделаю Такой трюк И ты Абсолютно Сразу Ко мне Будешь относиться Пожел После этого Что Что ко мне Подходит ребенок Он Сделай еще раз Так Девочки И не отходят Все Вот они за мной Ими еще раз Потому что у них Волосы дымом Подскочили У них вся Произошла Вот эта встряска Это самое главное Я проник Во все чувства Все Я их родной Они будут за мной Везде И вот Они Виталик Виталик Я даже немножко Дальше я так не кричу Они Им так это нравится Им игра со страхом Так им нравится Вот прием какой Настоящий Вот так Чтобы что-то сделать Нужно созреть А потом На крест Потом умереть И воскреснуть Не крутите И не врите себя Все равно Вы должны все Созреть Умереть И воскреснуть Так вот Воскреснуть Только тот Кто созреет Вовремя созреть Надо Нам дана Земная жизнь Для того Чтобы мы Созрели Созрели Не физически А духовно Это все память Мой чудесный корабль И память моя Прошлых лет Нестираемый след Вот такая вещь Было Как будто И нет Музыка 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 Продолжение следует...